Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Кто-то уже чувствует, что волшебные времена на дворе, кто-то ещё готовится чувствовать, что мы живём в волшебном мире и в состоянии творить, а кто-то не верит в это вообще. Мы все на разных дорогах жизни, мы все в разных ситуациях, в разных испытаниях и в разных состояниях, которые можем себе позволить. Да, состояние мы можем менять, и об этом ещё хочу сделать несколько роликов, и я хочу предложить вам поистине волшебную тему вместе с Архангелом Уриилом уже сегодня творить свою реальность, не откладывать, не ждать чего-то, а прямо сегодня творить свою реальность. Архангел Уриил. Всё. Раскрытие пришло. Новости из-за завесы. Челенинг. 20 октября 2023 год. Читает Лора. Приветствую тебя, дорогой, дорогая, мой, моя. Я Архангел Уриил. Рад нашей беседе. Сегодня мы рассмотрим то, как Вселенная помогает тебе в твоей жизни. Быть может, ты не знаешь, что она очень часто корректирует твою жизнь, и не только через зодиакальный знак твоего рождения, и твое имя, данное тебе при рождении. В течение года на Землю падают множество метеоритных тел, метеориты, но не все из них долетают до Земли. Большая часть метеоритных тел сгорает в атмосфере Земли, так и не долетев до поверхности. Несмотря на все это, метеоритные тела, как посевы новой жизни, несут на Землю много нового. С позиции физического сознания это сложно уловить, но все же уверен, что ты сможешь понять. Когда метеоритные тела входят в атмосферу планеты, на тонкоматериальном уровне происходит два различных процесса. Первый процесс – это внесение энергетического разнообразия жизни на Земле. Это вселение большого количества космической энергии жизни на Землю. В обоих случаях Земля получает как питание в виде космической энергии, так и семена новой жизни. Можешь спросить себя о том, что это дает тебе в твоей жизни. С точки зрения физической формы зрения на происходящее – мало что. А вот с точки зрения своей энергоструктуры – очень многое. Когда метеоритные тела входят в атмосферу Земли, они создают в ней малые пробои, через которые просачиваются и новые энергии из космического пространства. Также через них с Земли уходит тяжелая энергия, которая по каким-то причинам не смогла Земля переработать. В течение года не так много бывает метеоритных дождей, но уже в скором времени начнется один из сильнейших. Он называется «Арионидовый звездный дождь». Если погода позволяет и небо ясное, то, быть может, сможешь увидеть в ночном небе, как сгорают метеоритные тела в атмосфере планеты. Важно даже не это. Важнее то, что в течение 21 октября, в течение всего дня, будет возможность для тебя загадывать желания и наполняться звездной энергией. Вот почему сейчас беседую я с тобой, чтобы помочь тебе наполниться звездной энергией. Медитация, открытие, звездное небо. В любой период дня или вечера 21 октября войти в состояние медитации. В этом тебе поможет удобное положение тела, которое может быть любым. Главное, чтобы твой позвоночный стол был прямым, а телу удобно. В выбранном для себя положении тела расслабься и закрой глаза. Сконцентрируй свое внимание, как прямо сейчас над твоей головой проносятся метеориты. Как они сгорают и высвобождают большой поток космической энергии. Сконцентрируйся на том, как прямо сейчас все небо пульсирует серебряными вспышками света. Это высвобождение космической энергии в процессе сгорания метеоритов в атмосфере планеты. Во время вдоха в себя вбираешь серебряный свет, а во время выдоха он разливается по всему телу. Быть может, ты пожелаешь 15 минут провести в таком состоянии сбора космической энергии, а может быть и 30 минут. Прибывай в нем столько, сколько пожелаешь. В конце медитации вырази слова благодарности ко Вселенной и Матери Земли за помощь и поддержку. Когда будешь готов, открой глаза и заверши свою медитацию. Вот так все просто и легко. Помни о том, что в течение года бывают разные метеоритные дожди с разной интенсивностью. Чем больше интенсивность, тем легче и больше космической энергии света можешь в себя вобрать. Я был рад тебе помочь. Архангел Уриил. Маленькое дополнение. Когда вы проводите такую медитацию, по моим понятиям, это космическая медитация, то призывайте тех, кому вы доверяете. Я призываю плейдианских эмиссаров света и высшие цивилизации галактики. И призывайте Матушку Землю и соединяйтесь с цепью кристаллических солнц. Или просто солнц. Над вами сформируйте Солнце в метре над головой и заземлитесь с планетой Земля. Также вы можете создать вокруг себя кристалл, объединяющий Любви и кристалл земной группы. Тогда эта медитация у вас пройдет более организованно и вы будете больше уверены в том, что вместе все получилось. В последующие дни вы можете почувствовать изменение энергии внутри себя и новые возможности. Можете не почувствовать, но в любом случае у вас может быть ручка и карандаш и вы запишите несколько строчек, тогда по прошествии времени вы будете больше чувствовать, что произошло. Ведь на самом деле это тоже культура изучения себя. Это исследование. Всем нам великолепной волшебной медитации открытие звездного неба в большом коллективе медитирующих.